Вы только посмотрите на неё! Чё-то попой ко мне встала, а? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова и Костяна Миссана Чарли, и вас рада приветствовать в челлендже под названием «Психушка». Итак, напоминаю, что в предыдущей серии наши психи сходили на работу, да, в принципе, всё было очень так-то, как бы, рутинно, но в то же время я была очень поражена, как наши психи прокачались, я сразу скажу. Всё дело заключалось в том, что те персонажи, которых я даже не ожидала, они очень хорошо и успешно это всё делали, то есть я напоминаю, что они, прям, кражи у них были очень-таки успешные, вообще всё было замечательно. Я реально была в шоке, например, даже от того пациента под номером 4 и пациентки под номером 3. А также напоминаю, что в предыдущей серии ГГМ у меня под именем Сиди Амой очень даже круто прокачался, когда я ему выбрала функцию под названием... О, боже мой, о, боже мой, психи вернулись. Функция под названием «Знакомство с коллегами». Слушайте, смотрите, они там опять хорошо справляются, блин, зарабатывает день отпуска. Отлично, справляются, ну да, они, походу, там не могут прокачаться, но я не знаю, по какой причине, потому что это надо, как говорится, копаться, а я действительно сейчас ничего не знаю. Ладно, ребят, давайте ускоряемся, посмотрим, как у нас, что дела обстоят. Я напоминаю, что в предыдущей серии мы мучились также с вами, то, что у нас вообще не работала ни ванна, там ни туалет, вообще почти два туалета не работают, ну два душа точно, вот. А поэтому у них просто был депрессняк, они испытывали, но мы более-менее после того, как мы пришли, да, с работы, прибрались, тут ничего так нормальненькое. Так, ну что ж, мне надо бодрость повысить, иначе я не могу нормально, понимаете ли, работать. Так, понятно, ну с кем не бывает? Так, я напоминаю, что в предыдущей серии бедный, бедный пациент, потом берем один, а просто волосился. Что ж, с кем не бывает? Так, 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 а почему две пациентки, они в смущении? Что случилось? Что случилось? Так, ты грязненькая, я надеюсь, что не по этой причине, которую я тоже так думаю. Ребят, у нас туалет свободен, ну чей ты такое? Он даже чистый, понимаете? Он чистый, а опять занят. Ну, в общем, бывает, бывает. Кулинарии, оу, круто, третий уровень, йоу-йоу-йоу, замечательно, замечательно. Вот, ну и, соответственно, то, как мы с вами, то, что мы познакомились там, чуть ли не, блин, трое новых, да, трое новых коллег, с которыми мы познакомились, они вообще круто нам повысили показатель вот этот, мы почти реально могли, в принципе, и прокачаться. Так что было бы действительно все замечательно. Ладно, давай, Пупс, мы с тобой просыпаемся. Так, нам надо что-нибудь пожрамкать, особо мы ничего не сможем испечь блинчики. Нет, прекрасный мой, мы сейчас испечь ничего не будем, давай с тобой овсяночку. Овсянка, сэр, овсянка, сэр, все, давай, 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 она очень полезная, ну, в данном случае, конечно, там хлопья, ну, да ладно. Так, и, конечно же, нам нужно с тобой обязательно сейчас поиграть. Что это такое? А, так у него выполнено желание, очень круто, рассказать себе историю. Ну, как говорится, да, я напоминаю, что вот у него тут вообще 1800, но я пока каплю, потому что там надо еще посмотреть, потому что сейчас пока рановато ему что, в общем, делать, так ведь. Спорт, отличный рассказчик и прочее, прочее, потому что вроде бы это не возобраняется, если я ему какой-то бонус возьму. Вот, только, как говорится, все это в плюс нашей прокачки. Ну, ну что, в конце концов, человек совершенствуется. Слушайте, блин, я думала, все-таки она уберет. Нет, она решила не прибираться сегодня. Понятно, понятно. Так, 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 кушай, кушай быстрее, кушай быстрее, пошли, 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 пошли за комп, пошли за комп. Так, освободите место, гражданин под номером 4. Так, замечательно, замечательно, туалет. Ну, туалет, в принципе, фактически... Слушайте, у меня опять этот глюк, я ничего не понимаю, это какая-то вообще тема, я не знаю, или это реально просто, ну, как бы, тема психушки, что, типа, вау, психовка, она должна себя оправдывать. Ладно, у нас, конечно же, там написано было программирование, да, но у него сейчас прям так досуг страдает, поэтому давайте попробуем, в принципе, если у нас получится. А у нас еще, еще, еще час. Sorry, 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 это замечательно. Во, во, блин, это круто. Так, отлично. Вот что ты поделаешь, а? Все-таки игры, они такие игры, хотя, если честно, меня лично игры вообще затягивают, и я как будто вообще полностью погружаюсь в геймплей и абстрагируюсь от общества. Но это тоже нехорошо, потому что, ну, как-то неправильно будем так говорить. Так, лучший предмет, это замечательно. Так, поговорить сам с собой. А, у нас сейчас желание должно было исполниться, небось. Мы же сам с собой поговорили. Расскажите историю. А, вот, он хотел историю. Историю, 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 историю. 25% готово. Ну и ладно, что, нет, давай, давай, давай не будем с тобой опаздывать. В конце концов, сейчас у нас самое главное, то, что сохранить вот эту потрясающую эмоцию. Вот, ну и, соответственно, все, побежали с тобой на работу. Будем с тобой упорненько сейчас. Вот, замечательно. Так, он прокачивается. Кто у меня не спит? Кто у меня не спит? Пациентка под номером 8. И она, вау, и она возбуждена. Вот это очень круто. Навык фитнеса у нее получен. Подождите, она что, потянулась и уже навык фитнеса получила? Окей, окей, очень круто. Эй, ну, вместо того, чтобы вопить, взяла бы и прибрала. Так, ладно. Ладно, наши остальные психи спят. Слушай, а ты что, спать не хочешь, а? Вы, между прочим, там по ночам работаете. Так ведь? Они же ночью работают. С 8 до 3 ночи. Капец. Я бы реально так сдохла на к месте. Хотя, хотя, запись лест-пейпера тоже приходится на не то, что позднее время. Вообще, ночное время. У-у-у-у-у-у-у. Давай, знаешь, что с тобой сделаем? Что-то я сегодня йоу-йоу-йоу-йоу сегодня. Ну, ничего, бывает. Общаться с коллегами. Давай снова будем. Вот. У нас общение повысится, но и должны мы потом с тобой поесть. Вообще, на работе, честно говоря, они должны есть. Во-во-во-во-во-во. Теперь он поел 2 часа, да? 2 часа он поел. И, естественно, нужду. Ну, как бы он должен ее справить на работе. Это же вообще, иначе это бесчеловечно, если нельзя справить на работе естественную нужду. Ну, или поесть, конечно же. Я понимаю, что там поспать невозможно, как бы, на работе. И то некоторым нравится. Но это отдельная тема. Вау, пациентка под номером 8 решила прибраться. Все, сходил. Замечательно. Наверное, собрание отпустили. Ну, или, как говорится, может быть, что-нибудь взломал. И ему такие говорят, все. Типа, начальник говорит, все, свободен. Сделал, выполнил дело. Так, 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 так. Я вижу, что никто чинить ничего не собирается. Ну, и что ты на нее наехал? Ну, и что ты на нее наехал? Чем-то был недоволен. Между прочим, это она злая. Хотя нет, подождите. Он, по-моему, тоже злой. Так ведь? А я не помню. Ой, я, кстати, напоминаю, что в предыдущей серии мы сделали с вами такие очень классные фотографии. Селфи с этими двумя девушками. С пациенткой под номером 8, пациенткой под номером 3. Да, она злая. Все-таки она злая. А он? А, он просто холерик. Ой. Ой, вы только посмотрите. Они обвинялись любезностями и нашли общий язык. Какая милота. Какая милота. Слушайте, я думаю, мне прямо сейчас до драки дойдет. Ничего, такие деловые. Пучком у них все. Все замечательно, таким одним большим пучком. Слушайте, правда, они так замечательно любезничают. Ой, ушел. Оставил. Оставил женщину наедине с вот этим телевизором. А, тут еще вонючка. Понятно, он просто не вытерпел. Вау, господи ты, боже мой. Я нажала на это безобразие. Какой ужас. Так, ну и куда он ушел? Как Карлсон, но обещал вернуться. Ага, понятно, за книжечкой. В общем, он реально ее не вытерпел. Ее болтовни. Да, я решил, конечно же, почитать. Ну да ладно, как говорится, подобное тоже не должно возбраняться. Так, ладно. Что-то они у меня, как обычно, все почти красные. Хотя он зеленый. В принципе, да, это тоже неплохо. Так, вы только особо не готовьте у меня. Ладно, ребят? На работе через час. Замечательно, замечательно. Что, мы так? Блин, мы так и не прокачались. Мы так и не прокачались. Нам чуть-чуть совсем осталось. Обидно, обидно, ребят. Как-то... Ну ладно, нам сейчас, конечно, в принципе, я сейчас не преследую цель его прокачать. Самое главное, конечно, наше стремление, если уж на то пошло. Потому что для стремления, для хорошей прокачки ему нужен будет пятый уровень этого в карьере. Правильно, пятый уровень карьеры. Вот. Повысить уровень навыки программирования. Замечательно. Прекрасно. Мы давай, значит, что сделаем. Давай просто выспимся с тобой. А потом мы будем всю ночь с тобой развлекаться, пока эти будут на работе. Вот. Так что... Тащи говоря, нет. Мы пока выспимся, вот. А потом под утро будем развлекаться. У него... Кстати говоря, подождите, мы дожили до выход... Еее! Мы дожили до выходных! Это случилось! Подождите, это что? Это эмоция... Пациент под номером один. Это эмоция... Игривая? Так ведь? Обалдеть. Ну, то есть это... Да, это не кокетливо. Да, это игривая. Круто, круто. Ладно, хорошо. Значит, наши пупсики ушли. Вот такие... Нет! 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 Не взду... Вздумай. Блин, стоял, стоял. Что тут? Боже мой! Мы с тобой работаем из последних сил. Понимаете ли? Тут пытаемся все восстановить. Ну да ладно, ладно. Все. Почапали, почапали. Так, значит, ему... Он хочет повысить уровень навыки программирования. Это все реально как бы сделать. Успешно что-нибудь взломать. Тоже это все замечательно мы с тобой сделаем. Это что такое? Основная цель? На железнодорожном вокзале. Надеюсь, найти у кого-нибудь бы подчистить карманы. Пациент номер 4 замечает хорошо известную актрису. Ну, давайте попробую не украсить. О, вау, вау, вау! Вот это вы точно не ожидала. Так, пациентка под номером 6. Бумажный пакет. Ну, давайте, пускай она украдет. Хочу, чувствую, не получится. Нет. А, нет, это пациентка номер 6. Я ее перепутаю опять с пациенткой номер 5. Слушайте, а какие у меня головы, а? Вроде как эти серые мышки, вот, так хочется сказать. Их прям такие вот. Или черные лошадки, что ли. Вот. С виду такие невинные. А понимаете ли, блин, а вы только посмотрите, как у них... Что? Что? У них развит навык воровства. Подождите, а как это? Как это все случилось? Подождите, чтобы прокачаться до следующего уровня, что там нужно было? По-моему, там надо было второй или третий навык пакости. Так ведь? Блин, ну ей вот удалось. Ребят, я думала-то нереально. Вот это жесть. Пациентка номер 6 получает повышение. Прикиньте, главарь банда. Пациентка под номером 6, главарь банда. У меня сейчас будет слом мировоззрения. Просто капец. Мешок денег она получает и 500. Офигеть, офигеть вообще. Обалдеть. Вы представляете, да, у нас наша психушка начинает просто вот наполняться реально конкретными преступниками. Их общество мне начинает угнетать. А представляете, если бы он пошел там, я не знаю, в полицейский, там, например, ну, стал бы, да, полицейским среди, блин, этих преступников. По-моему, тоже на их почве реально можно так пойти в полицию потом. Сказать, ну, знаете, у нас тут рассадник преступности. Конкретно. У нас тут преступный синдикат. Капец, у нас же главарь банды появился. Блин. Преступница криминальной... А, то есть, правильно, тут не показывает. Да? Не показывает, короче, в какой профессии. Ну, смотрите, нет, у них есть выходной. У нее, между прочим, уже два выходных. Вообще круто. Понедельник и вторник. Воскресенье. Капец. Капец. Слушайте, опасная женщина. Она очень опасная женщина. Только посмотрите, а? Вы только посмотрите на нее. Че ты попой ко мне встала, а? Я хочу тебе в глаза посмотреть. Да, пахит. Да, пахит. Слушайте, она очень даже милая. Такая с виду домохозяйка, понимаете? Любит куколки. Так, у меня ничего тут не горит, нет? Слава богу. Любит куколки. Красится. Все такое розовенькое и прочее. Она главарь банды. Вы только можете себе представить? Главарь банды. Офигеть. Слушайте, ну это вообще, конечно. Главарь банды заработаем. Нет, на отдыхе. Вот, на отдыхе. Капец. Капец. Вообще, опасная женщина. Блин, Вань заел, конечно, но я до сих пор просто под впечатлением вообще, что сейчас произошло. Так, прекрасный мой, мы с тобой просыпаемся. Быстро бежим с тобой, Уто. Слушайте, он опять здесь спит. Слушайте, походу он пометил это место. Ладно, приметил. Вот, приметил. Лучше будет сказать, конечно. Не знаю, почему он спустился вниз. Вроде бы, как бы, наверху тоже было ничего. Да? Ну, работал же ведь. А, понятно. Там было просто грязно, поэтому, наверное, он принципиально не пошел. Он говорит, блин, в этой вонючке сами, понимаете, роживите. Так, ладно, вот. Ну, а потом мы с вами поедим. Давайте тогда, да, действительно, придется сейчас сделать новую вкусняшку какую-нибудь. Соответственно, вот это еще доделать. Капец, ребята. Садовый салат. Садовый салат, походу, только будет для себя, да? Поэтому я, наверное, придется им наготовить на всю неделю буквально. Давайте сделаем для вечеринки. Если ты можешь так назвать. Да, 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 да. Нечего, нечего, нечего. Ну, в другой раз вымышься. Кстати, правда, он хотел вымышь или что? Очень даже интересно. Интересно, мужик, признавайся. Ты что, хотел? Хотя он особо не пахит. Поэтому, скорее всего, может быть, он просто действительно хотел просто почистить тут и все. Вот. Напоминаю, что пациентка по доме 3 продолжает убираться в этом доме. Слушайте. А это, небось, точно чтиво какой-нибудь читает. Пудинг на орбите. Захарик Квинн. Какая прелесть, а? Шар из кокосового пудинка размером с гору отправлен на орбиту для изучения возможностей поддержания жизни на других планетах. Ага. И скоро может и на нем появится какая-нибудь... Живность. Какая-нибудь жизнь, да? Блин, ребят, ну ты читаешь, конечно. Да. Ну. На самом деле, это просто скрыто. Там был написан захват планет. Там есть захват всего мира. Вот, и прочее. Так, 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 давай, 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 давай. Мы с тобой вымылись. Супер. Второй навык логики. Блин, а? С виду он такой весь такой нежный и несчастный, но в то же время, смотрите, потихонечку прокачиваемся с вами. Он такой прямо... А я бы сейчас сказала, трогательный вот персонаж самый. Ой. Ой, какая прелесть. Он решил прибраться. С ушей. Ау. Милота. Милота. Ты, главное, только не оставь тут где-нибудь в углу, понимаешь, а то я за вами всеми слежу. Слушайте, у нас сегодня прям какой-то... Прямо тусовка прям книжная. Прямо библиотеку сегодня у нас устроили. Слушайте, ну он набрал, конечно. Ну ладно, самое главное, чтобы, конечно, была возможность, да, где можно будет это вымыть и прочее. Так, отлично. Тихо, 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 тихо. Это главное... Надо бы ему руки, наверное, вымыть после того, как он это все сделал. Так, хорошо, мы с тобой поговорили. Так, ты, главное, не отвлекайся, прекрасный мой. Ты, главное, не отвлекайся, готовь. Так, главное, чтобы не спалил. Потому что я знаю, что он тоже может. Папа тоже может. Так, давай всех пригласим. Ладно, не будем никого приглашать. В общем, если они захотят, так захотят. Ну вот. Давай с тобой возобновим салатик. Вот, а потом еще разберем на деталь. Что такое? Что такое? А, понятно, понятно. Что-то как-то его перебило. Понятно, хорошо. Ладно, четвертый навык. Вау, это очень круто. Не-не-не, нет, нет, тихо, тихо, тихо. Оставь этот салат кому-нибудь. Будь хорошим мальчиком. Вот, ну, это, соответственно, уже не моя забота. Это все остальное, как говорится, их дело. Соответственно, убрать, ну, как бы, почистить. Вот, потому что чинить, это да, наша забота. О, точно, там же телек сломан. Точно, давай чистим с тобой телек. О, растение, оно выросло, боже мой, оно выросло. Тут выросло, блин, растение. И что мне с этим делать? И что мне с этим делать? Капец. 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 Ребята дожили. Собрать урожай. Нафиг он мне нужен, по сути, как бы. Ладно, буду ждать, пока оно задохнет, в общем. Ничего не буду с ним делать, если они сами ничего не сделают. Потому что, как бы, по правилам челленджа, да, как бы, мне клумба нужна, чтобы прокачивать на ксадоводство. Вот. Получают следующие детали для улучшения. Юм-прум-прум-прум-прум. Так. Досуг. Досуг-досюг-досюг. Что нам повысит досуг? Знаешь, мужик, я так думаю, что больше всего... Слушайте, там реально душ работает. Капец. Больше всего мне повысит досуг, конечно же, это компьютер. Можно я... А, он сам понял. Он сам понял, сам ушел. Хорошо, давай будем с тобой играть в Sims моды. Подождите, он что, навык повысил? Играть в видеоигры. Угу. Реально, подождите, у него что, навык повысился? Нет программирования. Почему у него это там исполнилось? Или я что-то пропустила? Ладно, приготовить оладьи. Ну, нафиг эти оладьи. Так, повысить. Вот, навык видеоигр. Вот. Вот. Супер. Щупи-щупи-щупи-щупи-щупи-щупи-щупи-щупи. Нам чуть-чуть, в принципе. Но, блин, как это чуть-чуть у него, конечно, прокачивается. Ну, или как это у меня постоянно, да? Давай, вот, посмотрим с тобой симпедию. Когда у нас там появится эта непонятная... Вылезет наша гениальность. Легендарная игра. Вау. Трэвис хочет зайти в гости. А вообще, к нашим психам можно в гости заходить? Мне интересно. Очень интересно. Легендарная игра. Игра с кодами намного... Вау. Бро. Бро. Игра с кодами реально намного интереснее. Ну, конечно, смотря от человека, какой он цель преследует. Но я очень люблю играть с кодами. Не потому, что там, типа, оу, вау. А я читер. Читер. Сплетничать. Ух. Пошал... Нет. Тихо, тихо, тихо. Шалить мы не будем. Мы скажем... Проб, блин, чувак. Боже мой. Боже мой. Пожалуйста, выпусти меня отсюда. Пожалуйста. Создайте мне прислуху. Узнаете, как прошел день. Привет, чувак. Привет, Трэвис. Мой прекрасный Трэвис. Я тебя обожаю. Я тебе это не раз говорила в каждом новом мудсплее. Обсудить работу. О, супер. Говорить про стоимость небедвижимости. Кстати, правда, давай узнаем у него сплетни какие-нибудь. Где можно купить очень хороший домик. Потому что мы почти на него накопили. Так. Давай, 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 давай. Слушайте, что-то какой-то он не в духе сегодня. Мужик, ты что, пришел? Я что, для тебя жилетка, что ли, короче? А то, мало ли, он мне плакаться пришел. Подождите, давайте посмотрим на облака. Все любят облака. Хотя я не очень хочу, чтобы у него эта эмоция, в общем, она поменялась, в общем. Обсудить последнюю игру. Я думаю, он оценит. Да, он просто обязан это сделать. Ну, наверное, конечно. Забавную историю. Анекдот про пришельцев. Вот. Я надеюсь, после этого нас не похитят. Это самое главное. Напряженный, он напряженный. Мужик, расслабься. Расслабься, господи ты, боже мой. Так, дискутировать. Дискути... Эксцентричный. Да, я догадалась уже. Трам-пам-пам. Давай, ну, обнимемся. Нет, пока не будем с ним обниматься. Нет, черт, прикладством заниматься. Обсудить изменения в городе. Я думаю, ему узнают, как до этих изменений. Вообще, по-моему, фигу. Сплетничать о соседях можно? Но что-то я вообще уже даже не знаю, как его расслабить, чтобы как-то вот, ну, блин, что-то меня на романтику потянуло. Так, скандальную историю. О, вот, все, он расслабился. Пупс мой прекрасный. О чем вы вообще заговорили, ребят? Это что такое вообще? И это появилось главное. Ой, привет. Подожди, а что это она к нам пришла? А что это пришла? Они же обиделись вроде тогда на нас, когда, в общем, ну, помните, еще в первой серии они к нам пришли, и потом обиделись, типа, такие соседи и прочее. Ладно, в общем, я их приглашать не буду, потому что, ну, тут у меня и так психи, хотя я напоминаю, что мы еще ни разу вообще за это время не посещали общественное место. Но в то же время там надо еще вспомнить тоже, какие... Там есть определенное время, в которое можно с вами ходить, а я уже реально не помню. Доработаю два дня. Слушайте, замечательно. Итак, нам нужно, в принципе, почему бы и нет, действительно, пошли, будем повышать с вами программирование. Он хотел успешно что-нибудь взломать, ну, и повысить навык видеоигр. Пойдем что-нибудь с тобой взломаем, и денежку получим. Так, давай трасту и фунт лотарио. Нефиг ему. Ему так хорошо живется там с тремя женщинами. Пощапали, пощапали. Ну, это, конечно, это однофамильцы, да. Это просто однофамильцы. Так, подождите, это что, показатель... Это программирование у него? Получается, у него фактически на одинаковом уровне в процентном соотношении можно считать оба уровня, так ведь? 5-5, да, да, почти. Офигеть, мужик! Ну ты мужик! Ну ты мужик, у меня аж зубы заскрипели. Вообще, какой он мужик. Блин, капец. Просто капец. А, он решил поспать. Тихо, тихо, вздремнуть. Тихо, тихо, тихо. Давай сходим от этого им с тобой. И знаешь что? Знаешь, что я думаю? Давай с тобой знаешь, что сделаем? Купить новый компьютер. Извиняй. Пупс, пока мы отсюда не выйдем, мы ничего с тобой нового купить не сможем. Играть в видеоигры. Ну что ж. Труба зовет смело двигаться, как говорится, вперед, вперед и вперед, вперед, как Леонид завещал. Ну, Леонид завещал, конечно, учиться. Ну да ладно, вперед тоже, в принципе, так же. Так, идем. 1, 2, 3, 4, 6. Да, сегодня суббота, поэтому... Не смейте садиться за мой комп, пожалуйста! Не смейте садиться за мой комп. Мест посидеть. Привет, что-то пришла? Что-то пришла? Это что такое? Поболтать? А что это? А что это они прям так к нам? Смотрите, а? Обалдеть! Старелками такие приперлись. Как, ну что, пациент номер один, а? Пришел к главврачу, в кабинет главврача, такой деловой, а? Слушайте, а что они все как сонные? Слушай, а ты опять наехать на меня решил? Я тебя спасла, между прочим. Ну, фактически... Нет, подожди, он его спас. Правильно. Ну, я вам посочувствовала просто. Эм, мужики, вы че? Вы че вообще? Мы тут типа бро. Мы тут типа бро-бро-бро. Слушайте, походу, реально, скелет самый лучший друг. Не зря я так это все говорила в первой или какой-то второй серии. Капец, ребят. Ладно, в общем, наши чуваки ушли. Нет? Нет, ребят, ребят, вы не опаздываете. Отправляются на работу, отправляется. Халя-сё, халя-сё, халя-сё. Замечательно. Супер, 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 супер. Подождите, а что у нас один остался? Пациент под номером один. А почему ты остался? А что это он остался? Сейчас, сейчас, сейчас посмотрим. С восьми. Ох, что это такое? Он лег спать. А я ничего сделать не могу. Он реально опаздывает сейчас на работу. Слушайте, а какой он? Два часа. Е-е-е. Почти выполнили с вами. Так, пациент номер два. За хорошо известную актрису. Пациент номер два. Ну, угу. Давайте попробуем. Ммм, ммм. Мы так деньги круто с вами зарабатываем. Мне прям это нравится. Пациент номер четыре. Давайте он тоже попробует. Е-е-е. Наличка. Наличка. Слушайте, им так везет вообще. Я в шоке, короче, ребят. В общем, что-то у нас сейчас неприкольно будет твориться в нашем королевстве, потому что пациент по номеру один решил посвоевольничать. Итак, и теперь нам нужно купить предмет общей стоимостью три тысячи, да, чтобы прокачать вот этот навык стремления, короче, уровень стремления. Но дело все заключается в том, что просто так, короче, его не сделать. Вот как бы вот тут есть такой момент, да, то есть, потому что, по идее, заходить в режим строительства я не могу по правилам челленджа. То есть, я бы не могу менять участок. Вот. Но менять участок, наверное, это... Жалко, что тут нету, знаете, вот через комп, например, что-нибудь типа сделать а-ля интернет-магазин. То есть, я бы заказала какие-то вещи. Может, а что-то к нам не пододвинулся? Он меня решил оскорбить! И ты меня еще оскорбить? Ты! Ты! Господи! Подождите, так это он его решил оскорбить. Подождите, он тебе жалуется, между прочим. Умилота, блин. Ну, ну, ну и что это такое? Слушайте, а, смотрите, господи, решетка. О, жужжусь, а! Капец! И там телек такой работает прям. Ух! Почапали с тобой спать? Почапали спать. Что было сейчас? Господи, я уж подумала, честно говоря, что он грохнулся. Такой звук был, такой дун. Как будто реально он там упал. Ну, да, да. Он у нас холерик, что с этим поделаешь? Да, мы опоздаем на работу. Слушайте, он решил с нами поболтать. Мужик, ты знаешь что? А я сейчас грохнусь, как бы. Ладно, все-таки давайте сегодня воскресенье с вами сходим в какое-нибудь общественное место. Слушайте, ну он крут, легендарная игра. Вау. И что так не может, как в видеоигры? Тихо, 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 тихо. Извиниться. Давайте вот так попробуем. Попробуем еще его успокоить, если у нас вообще это получится. Блин. Просыпайся, прекрасный мой. Вау, мы тут столько с вами заработали. Практиковаться. Угу. И что там такое? Заработать на программировании. Ну, давайте. Давайте попробуем. Ага. Подожди, а что ты ко мне в эту комнату пришел? Вообще-то это моя комната. Блин, тут шесть кроватей, шесть кроватей. Ты пришел ко мне. А что же это такое? Узнать получше. Давайте попробуем. Может, получится? Ой. Пациент по номерам один. Ну. А. О. Как это называется? Помню. Сеанс чего-то там. Аутострессинг какой-нибудь. Что-то я тут придумала. Рассказать, потрясающе. Ну, предложить посмотреть ему на звезды, может быть. Ну, это как-то вообще. Врать по карьеру. Делиться грандиозными идеями. Ну, например. Давайте поговорим о кулинарии, как истинные мужики. Дискомфорт он испытывает. Слушайте, ну он еще бодрячком. Вы только посмотрите. Блин, ну все могло быть хорошо. А он... Вы замечательно разговариваете. Уже хорошо. Дискутируете об играх. Слушайте, вы так вот посмотрите, а? Потихонечку, потихонечку. Мы как-то более-менее так вливаемся в дружественные отношения. Сердится после неприятного разговора. Вот оно что. Вау. Занимательную историю. Так. Есть что-нибудь такое прям, ну, типа, морское? Типа, что-то такое, типа, ну, как для бро? Ну, мы не бро с вами, конечно. Душевный разговор. Потрясающе для бро. Так, 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 так. И... Во! Давай навык механики. Приятный разговор. Слушайте, у нас, по-моему, тут вообще красное было, да? Ни друг, ни враг. Так, просто знакомый. Прелесть. Прелесть, прелесть, прелесть. Отлично. Злость у нас, депрессия, прошла. Обсудить интересы можно сделать. Что это сейчас было вообще? Чего он мне сейчас такое сказал? Отлично. Все. И узнать можно, как прошел день. Хотя, судя по всему, я и так знаю ответ. Так. Можно еще грустную историю, допустим, рассказать. О, нет. Посмотреть на звезды? Не, 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 не. Я никуда не хочу уходить. Можно просто сказать его, спровадить, сказать, блин, уйди из моей комнаты, из моей комнаты, и вообще уйди с кровати. Супер, 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 супер. Ты мой прекрасный, а? Мы постепенно находим с тобой общий язык с вообще пациентами и со всеми остальными. Вау, он соуверенный. Круто. Очень круто. Ну что ж, так, где у нас остальные пациенты? Слушайте, ну это, конечно, деловой, то, что он не пошел. Прям такой, знаете, анархизм прям. Сделал вызов всему миру. А вы что грязные? А вы что грязные? Подождите, у нас, у нас что? Нет, подождите, ну туалет-то у нас работал, они просто по принципу испачкались, да, а это у нас все грязное. Ёшки-маты-ёвки. Ладно. Так, я обещала нам сегодня куда-то сходить. Сегодня уже воскресенье. Пять, уже шесть, почти утро. О, боже ты мой, боже ты мой. Ну что ж, мои хорошие, я думаю, отправимся в общественное место, мы в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Я вас очень люблю, ставьте пальцы вверх. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok